Солдатская фляжка, портсигар, ложка. Самые простые вещи. Рядом уже оружие, которым защищались и завоевывали свободу страны. Это все экспонаты с Халхингола. И каждая из них вызывает множество воспоминаний у ветеранов той далекой войны. Алексей Александрович Родов говорит, что сейчас он будто снова на передовой с очередной доставленной партией оружия и продуктов для солдат. Я встречался с Жуковым в 1939 году. В годы войны работал шофером в 6-й дивизии и видел также Чойбалсана в Тамсамбулаге. Моя задача была доставить груз на передовую. Возил и оружие, и продукты, да и людей случалось. Халхингольская война была очень короткой и продолжалась всего 3-4 месяца. Но она проходила в очень тяжелых условиях. На открытой местности часто шли проливные дожди. Поэтому японцам было легко бомбить и расстреливать из пушек наши позиции. Именно Халхингольская война сформировала и скрепила братские узы между Советской Красной Армией и Революционной Монгольской Армией. Передвижную выставку, посвященную Халхинголу, организовали Российский Центр Культуры и Науки совместно с Музеем Монгольской Армии Менижукова и Монгольским Союзом Обществ Дружбы. Открытие выставки приурочено к началу нового учебного года. Организаторы надеются, что главными посетителями экспозиции станут именно дети. Ведь кому, как не им, знать историю Родины и нести ее потом в следующем поколении. Очень хорошо, что сегодня, через 73 года, память об этих событиях сегодня, сегодня она не забыта, что в Российском Центре Науки и Культуры еще один такой уголок открывается выставка на монгольской земле, которая еще раз напоминает о тех великих героических и трагических событиях. Надеюсь на то, что эта выставка, безусловно, будет воспитывать молодое поколение монгольских граждан и россиян, безусловно, тех, которые посещают данную выставку. С 2008 года совместная монголо-российская экспедиция проводит поиски останков солдат, участвовавших в той войне, а также самолетов, разбившихся во время сражения на Холхенголе. Первой командой поисковиков были найдены обломки 11 самолетов и останки летчиков самолета И-15. Позже найдено немало исторических документов и предметов войны.